Акцией на кампанию переименования Жану Зена отвечает Союз мусульман Казахстана. Ее лидер Мурат Телебеков считает, что для пользы дела можно было бы провести слушание о смене фамилии и имя отчества Акима Мангостаусской области Буржана Алимовича Мухамеджанова. Все идеи просят присылать на адрес организации. Уже есть несколько вариантов, в частности, например, переименовать Акима Вабая Шикаримовича Курмангазы. А это значит, что он на публике должен появляться в национальной одежде и с дамброй. Журналисты об уме, чести и совести современной политической элиты страны. Переименовывать не только населенные пункты, но и Акимов. Эту идею двинул в массы Союз мусульман Казахстана. По словам его руководителя Мурата Телебекова, новое имя должно заключать в себе ум, честь и совесть казахского народа. Но как посоветовали, нам пожелали Аксакалы в Англия-Сказахстанской области, это новое имя должно воплощать в себя лучшие умы казахстанского народа. И один из аксакалов в Магнистанской области предложил Бауржана Мухаммеджана называть по-другому. Абай Шикаримович Курмангазы. И он считает, что после этого действительно экономика поднимется, нравственность, духовность, и полностью регион изменится. Если этот эксперимент пройдет нормально, Аким согласится, тогда уже дальше переименуем Жан-Аузен, потом переименуем Магнистанскую область, а потом вообще может и Казахстан переименуем. В Магнистанской области идут целые общественные слушания на тему переименования города Жан-Аузен в город Бекетата. Аким области Бауржан Мухаммеджанов в интервью журналистам дает понять, эта идея ему по душе. Глава региона отмечает, цитирую, переименование города Жан-Аузен в Бекетата вопрос пока открытый. Между тем, аппарат Акима в легком замешательстве от предложения Союза мусульман Казахстана. Потому что я видела статью, просто единственное, что дать комментарий может только он. Видимо, вопрос о переименовании Акима Магнистанской области Бауржана Мухаммеджанова тоже пока остается открытым. Айда Мурзанова, Серик Кожаубаев, Алматы, Казахстан.